Друзья, всем привет! Привет! Мы приехали в магазин Рос. У нас типа back to school опять. Почему типа? Так и есть. Лиза... Наконец дети начнут уходить в школу. Ну, Никита-то уже ходит. Просто так получилось, что обувь, которую мы покупали осенью, уже вся мала. Чуть-чуть вот некоторые обувь есть еще как раз. Поэтому нужно пойти какие-нибудь кроссовки купить им новые. Тебе ничего не нужно? У меня все. Ой, как он. Сегодня папа модный. Пошли. В этом магазине, как случилась пандемия, смотрите, как две сделали. Где выход, нету ручек. Да, там не найдет. А здесь, где вход, есть ручки. Вообще, глянь, пусто все. Так, мы, наверное, ошиблись с магазином, да? Так, а где детская обувь? Пошли. Ну, пошли сходим. Может, там вдруг что-нибудь есть. Смотрите, пустой магазин. Обычно все эти аутлеты переполнены. А из-за того, что сейчас все магазины разоряются, видимо, и обуви нет в аутлетах. Так, мы пришли в размер 3-4. Это лизин размер. Сейчас здесь что-то... Ну, что-то есть. Так, в детском что-то есть, да? Да. Тебе под это, под худи, глянь, какие-то кроссовочки. Да, да, да. У тебя наподобие легкие есть. Тебе нужно... Можно такие, а другие потеплей. Будешь мерить троечку или тебе четверку сразу смотреть? Я не знаю. Давай, где можно померить здесь? Вон там столько пошли. Троечка ей подойдет? Посмотрим. Если они будут езжать, то, естественно, не подойдут какие-то кеды. Что-то... Of the wall, оригинал. Классные кеды. Какой-то размер четвертый. Лиза, посмотри, какие эти крутые нашла кедища. Вот тяжелые. А, это венсы. Венсы. Может, Лиза вот это? Не, Лиза сейчас уже такой не носит. А вот, смотри, эти кроксы. Маловато. Снизу большие такие. Ага, узкие и длинные. Ну, венсы классные. Вот эти мне нравятся. А вот такие, мальчики? Красненькие. Красненькие тоже красивые. А где у меня обувь? Сначала мы Лизе, потом тебе. Лиз, как ты к красным относишься? Я думаю, я не... К красным я, как я, все это нормально мне. Даже синие крошелки подойдут. Короче, надо будет... Завязать, чтобы понять, как раз интересует. А оно нигде не давит. А сверху, если завязать, то невозможно давить. Нет, ну это не обязательно сильно завязывать. Ну, да, я знаю. Ну что, будем сейчас пробовать или дома? Я думаю, да, мне вот это очень удобно. Давайте наберем, а дома потом она пройдется, пощупает. Если что-то не понравится, главное на улицу у них не выходить. Если на улицу водишь, то их нельзя будет сдать. А дома можно будет это. Венсы классно смотрятся. Такие это, такси. Не знаю, Лизочка. Тяжелые или нормальные? Не, они удобные. Матнючие. Да, мне нравится. Берем? Да, давай, что-нибудь еще посмотрим. Красные будем, нет? А что красные? А ну на, красные, пожалуйста. Какое-то... Главное, чтобы четверка была. Тройка еще и давит. Четыре с половиной. Нет, башен. Давай тройку пусть померят. Четыре точно с половиной. Великие. Не надо стучать, нам. Так, найки посмотрю на эти. Слушай, вот беленькие. Или беленькие марки слишком? Маленькие, ой, марки, да. Да, белые, даже кожаные марки. Нужно, чтобы темненькие. Удобные, да. Но они тебе не давят, потому что... Нет, четверочка. Нет, прям... Мы Лизе вот прошлой осенью покупали... Четверочку, да, тоже по мере сравнишь. Мы Лизе прошлой осенью покупали... Ну, ксядь. ...белые кроссовки такие высокие. Ой, да они просторные, мама. Да, это очень удобно. Четвертые ей не нужны. Да? Четвертые большие будут. Эти прям удобные. Те белые кроссовки Лизины ей уже малы в этом году. С жуками, да, посмотрю. А, они большие, пятый раз. А, мне такие подойдут? Классно. Нет, это ткань. Белая, это хана. Даже если будешь стирать, они будут грязные. Мне кажется, уже пора вот этих вот розовых куклячек. Лиза сказала, фу-фу, я не буду. Да, это уже слишком... Лиза уже взрослая девочка. Ей нужно вот что-то такое. Это... Вот он тут кашляет. Теперь от каждого кашля мы будем ломиться. Хотя вот розовые. Ее любимый цвет. Но мне кажется, это быстро облезет, эта вот искусственная штука. И вот эта оттопырится и оторвется. Нет, не надо. Так, ну все, здесь уже пошел другой большой базарный размер. Лиза, мне кажется, что вот эта будет обувь очень удобная. Да, я попробую. Я не знаю, какой размер. Мне кажется, может, они узенькие? Троечка. Троечка. Померешь. Я попробую. Если нет. Мне кажется, что это вот, если не кроссовки, то вот этот замком быстро надел с джинсами. Маловаты? Да. Ой, как классно. Зато они такие, прям видно, что они такие удобные, мягкие. Давай посмотрим. Они удобные, только чуть-чуть дальше. Так, Лиза, ты сама-то ничего, а то мы тебя выбираем. Давай-ка ты посмотри, что тебе нравится. Это ранний шуз, да? Это не ранний шуз, это футбольный конкретно. А, футбольный. Футбольный, смотри, цена. 4,5 доллара. Никит, не хочешь заняться футболом за 4? Вот такие хочешь? Сейчас мы с Лизой закончим, потом к тебе пойдем туда, там будешь выбирать мягенькие. Это уцененные, их не покупали, не покупали, их уценяли, уценяли, и вот уценили до 4,5 долларов. Выбрал что-нибудь, Лиз? Ну, у меня глаза смотрят только на такие яркие, на розовые, типа. А ты хочешь отойти от розового, да? Или хочешь? Если хочешь, бери. Ну, я розовый хочу, только не прям такие яркие, прям с фиолетовым. А хочу просто такой нежный розовый. Такие? Ну, да, типа вот этого цвета. Ну, или хотя бы такой, я не знаю, как это тоже. Ну, это слишком яркий, мне кажется. Вот розово-красный Лиз. Это 6. Это большие? Большие, пятые, да. Но они розово-красные. Но здесь ничего другого. Вон, наверху какие-то Лиз есть. Да нет, это не Лизин стиль. Давай ей предоставим право выбора. Пусть она сама определится. Давай, вот эти две пары возьмем. Я не хочу красные. Она не хочет красные. Я вот кеду не нравится прям. Ну, сейчас еще в Бурлин-то другой магазин сходим, если здесь ничего не найдешь. Убирай, Лисочка. Не нравится, убирай. Лиз, а какие красные? Нет. Она просто красные не хочет. Никита уже какие-то нашел красоты. Ты какой размер взял? Я вижу лыжи какие-то. А ему какие надо? Единичка, наверное. Он двоечку взял. Нет, двоечка 100%. Ему он единичку едва в рост только. Какие-то узкие-узкие. Да, длинный, свободный нос и давит на сверху. У вас только просто. Да, двойка велика. Ему нужна удобная единичка. Никит, иди выбирай, а то мы... Теперь Никите надо предоставить право выбора. Пусть он выбирает. Не обувайте, ходи так. Кажется, вот эти удобные, но они могут давить вот тут. Единичка. Выглядит неплохо. Этот прям вот именно на весну. Никит, ты не зашнуровый с развязанными шнурками. Ходи, а тут у тебя мерить надо будет. Тебе такие нравятся? Тебе нравится цвет вообще? Нравится стиль? Нет? Не нравится. Ну, сейчас она будет, когда она посмотрит на свою ногу. С джинсами они классно будут смотреться. Что, малый, да? Он не может, что она ногу воткнует. Они настолько узкие. Может, все-таки вот такие померить или слишком легкие? Мне нравится то, что здесь шнурки не надо завязывать. Шнурки – это прям проблема в школе. Покажешь им их. Нет? Я уже такие смотри. Ну, и нравится? Будешь мерить? Ты пока не завязывай. Может, еще надо мерить? Я ему потом уже сказал четыре раза. Сейчас он завяжет, а потом развяжет. Вот пумовские мягенькие кроссовки. Вот второй. А это? Вань, большие. Я решила ему принести все размеры, все кроссовки его размера. И пусть он меряет, и, может быть, что-нибудь выберет. Довольно хорошо давит. Выглядит неплохо, кстати. Такие виды, что они мягкие. Смотри, сколько пространства. А, спотыкаться, думаешь, будет, да? Никит, что скажешь? Ну, ходи, возможно. Возможно, но если бегать не в скульптуре. Садуй, видишь, сколько? Да, ты будешь спотыкаться, Никит, не в скульптуре падать. Да не так, Давид. Снимай. Давай. О, так и хорош. Давай, нам, прошло. Не жмут? Чуть-чуть просторные. Никит, смотри. Если вдруг... Точно? На физкультуре. Давай ты вторую тоже обуешь, и вот так вот встанешь. Мягко, удобно. Мягко, удобно, да? Вторую будешь обуать? Нет, потому что здесь отпищал, иначе запищал. Да и не запищит она там. Просто замок. Потому что правая нога больше левой, по мере правой. Нет, ну тут есть у него пространство. Она может вширь. Хорошо. Сейчас чихну. Сейчас я распугаю людей. Ой. Не смогла. Хорошо? Да. Совет у черненькие вот эти попробовать. Давид, там первые давицы. Я думаю, что да, их видно прямо уже, видишь? Папульчик, кстати, вот эти вот тоже можно будет попробовать. Узкие, да, вот эти красные попробовать, мне кажется, они нормально будут. Если, конечно, красные нравятся. Что красные, много обуви в этот раз. Не лезут. Так, давайте берем те и идем в другой магазин, да? Ага, обувайся. Обувайся. Нет, которые первые красные ты хорошо померила. Да, первые красные. Глянь, какие я тебе нашла. Ой, ой, ой. Не? Я на кассу. Я на кассу. Вы идете уже платить все, Бай? Может, мы сейчас успеем, пап? Может, померяем? Давай. Давай, Вов, сейчас Лиза одни померяет еще, подожди. А где гитара? Гитара здесь не продается, Никита, новый, бзик, гитару. Пианино уже надоело, теперь гитара нужна ему. Хочет гитару попробовать. Так, размер какой? Три с половиной, твой. Окей. А вот еще одни Венсы. Вот еще одни Венсы, Лиз. Давит уже. Четвертый размер. Давит, да? Да. Четвертый, попробуешь Венсы? Да. Они, смотри, тут кожаные замши. С одной стороны, такие как те, а с другой стороны, какие-то там геопард, непонятно что. Че здесь впереди давит? Давит? Прям, я не знаю, что это типа. Ладно, все, обувай спатье, пошли платить. Это вот это типа. Давит, малышка. Папу издалека видать, да, Лиз? Да. Лисочка, а ты будешь в худи все время ходить в школу в разных, да? Я не знаю, мужик. У тебя джинсы есть, штаны есть. Тебе что-то надо купать? Не знаю, зачем. Кстати, худи, который купили мы в Костку у Лизы сейчас. Лиз, тебе нравится? Да. Классно. Две других тоже подошли, но они чуть покороче. Пока наши стоят в кассе, я пойду быстренько схожу в домашний отдел, посмотрю, нет ли этой Лизы с Юзом на стол подносика крутящегося. Что-то вообще весь магазин. Постой, я не помню, в чем дело с этим магазином. Что-то так закрывается, что ли? Так, это отдел с какими-то разными декорациями, вазочками. Просто из декоративной подносики. Я все отделы обошла, такие кухонные, ничего не нашла. Ну вот, маленькое, то, что мы в Костке видели за 4 доллара. Малюсенький такой. Это чисто вот поставить. Соль, перец, специи. Крутится. Вот здесь всегда дешевые платья можно найти. Из других магазинов их сдали сюда. А здесь вот это клыренс, это распродажа. Здесь можно что-то найти прикольное иногда. За десятку платья. Смотрите, 6,49 вещи. 17 долларов. 8,99. То есть такие низкие цены. Можно дешево купить хорошее платье. Но это надо поискать, покопаться среди всего вот этого красоты. Я когда-то здесь платье купила, такое, может, у меня видели, кораллового цвета в Мексике. Я в нем была. Я купила его за 4,5 доллара вот здесь. За 17 долларов платьица. Кстати, вот это классное платье с лосинами носить. За десятку продается. Трикотаж. Трикотаж такой хороший. Трикс. Это большое у меня. Я вообще такое купила бы. С джинсами можно. Это большое. А, здесь большие размеры. 13 долларов платье. 15. Это вечернее какое-то. Такой азиатский стиль. Японский какой-то. За десятку платье. Вот за 9 долларов. Смотрите. Это 20 какой-то. Красный этот. Вельвет. 13. Так, ладно, мне надо бежать. А то у меня... Ой, какой хороший платьица. Мне нравится вот это. Вертикальная полоска стройнит. За 15 долларов. Сейчас продается. Размер L. Мой размер. Ладно. Да, мы в Бурлеттон приехали. Соседний магазин, можно так сказать. Где можно тоже обувь посмотреть хорошую. Смотрите, на входе станция обрабатывающая. Санитарная. Как сказать? Санитарная. Санитарная. Где можно обработать руки. Маску, наверное, попросить можно. Так. Вот она, обувь. Тут, наверное, взрослая, да? Раньше она там детская стояла. Куда ее дели? Так, ну это для женщин. Все. Я не пойму. Куда вся обувь-то подевалась? Я не знаю. Закончилась обувь в магазинах. Смотри, аутлеты что-то все пустые. Видимо, магазины это чахнут обычные. Онлайн процветает. Амазон процветает. Может, и нам уже пора переходить. Ну, как вот их и закажешь, потом померяешь, и сдашь, да? Отсылаешь вот это вот все. Какие дырочки хорошие. Ужас. Лизь, вот такие тебе надо в школу ходить. А Никите вот такие. Пошли детские искать, здесь взрослые. Что, я недавно видел вот такие вот гучи за 600 долларов. Это еще дешево, это видим. Я думаю, что это еще дешево. Вот такие почему-то все вот эти вот ботинки, сапоги модные. Здесь в Америке. Они тяжеленные, они дорого стоят. Я не знаю. Это, конечно, не мое. Я не уже здесь, 59,99. А режим прайс написано 84, но я видела и подороже. Так, вот детский отдел здесь. Здесь вот куринс тоже можно все недорого купить. Слушай, она закрывается, да? У нас столько магазинов уже разорилось. Ужас. Посмотри. Я просто не понимаю, кто будет налоги вообще платить. У нас в штате мелкие бизнеса почти все. И средние позакрываются. Магазины закрываются. Кто будет налоги платить, я не знаю. У нас не полу-магазин отодвинут. Нет, не полу-магазин, наверное, третий магазин уже отодвинут. Жалко. Я не хочу на онлайн-шопинг переходить. Хочется попробовать, пощупать. И никто не будет спрашивать. Да, да. Вот эти все магазины, они уходят в прошлое. Жалко. Мальчевые. Мальчевые. Тоже вот на селе вот эти вот эти футбольные. Да. Размер, смотри, мальчевый. Единичку. Единичку? Единичку. Ты говоришь, что в этом магазине больше выбора или что-то? И здесь тоже ничего нет. Нет, ну мы очень здесь покупали. Помнишь, сколько было выбора? Четыре с половиной. Какие вы? Да бабло делят какое-то. Мне дайте. С мамой платите. Папульчик, ты что, офигурил? Отдайте мне мои деньги. Мам. Отдайте. Я хочу подержать. Ну дай подержать. Я хочу подержать. Папа заехал в банк и снял деньги. А можно мне так держать? Кстати, деньги это самая грязная... Субстанция. Субстанция, да. Ну, чтобы не было бы. Поэтому их отмывают все богачи, чтобы почище были. Классные вот эти ботиночки. Никита, смотри, какие ботиняки я тебе нашел. А вот, блинки, красивые. Какой размер? А это второй. Нет, вот эти черненькие у меня больше. Я вижу, что Илюш, рыжие. Хотя у меня такие рыжие, и мне нравятся. Нет, просто эти мне первые не попались на глаза. Это второй, а тебе какой размер? Да, мне тоже второй. Никита, давай такие померяешь. Ты еще. Да уберите деньги, сейчас растеряете. Эй, мам, иди сюда. Что там? Мой размер. Хе-хе-хе. В Мексику ты не купишь. Так, меряйте или посмотреть. Никите, нравится? Такие измерять. Беда. Так, вот его размер. Давайте здесь. О, замшевые. Папульчик, кот замшевые. Прям замша настоящая, хорошая. Что за брынпа-то? Нет, нет. Классно выглядит, а? Вообще суперские ботинки. Классные. А Никит, сказал бе. Поэтому все. Это очень модно. Вот какие-то такие, опять со шнурками. А полочки. Ну, он уже купил легкую обувь, теперь им надо потеплее чуть-чуть ботинки. Надо сейчас холодно ходить. Вот тоже замшевые классные. Опять скажет бе. Папульчик, линки классные. Никит, смотри, какие. Не, вот эти лучше. А эти на кой рынке? Смотри, это почем. По 7 долларов. Это за так. Тайные эти за 13. Не, ну я понимаю, ну ты посмотри, когда настоящая замшевая кожа. Я не знаю. А, это вот этот бренд, я забыла, как это читается. Кеннис Коу. Это маленькие. Такие нравятся, не? Высокие. Теплые. Нет. Это баскетбольные, да, вот эти высокие считаются? Ну что же они это? Да, вот у меня, смотри, седьмой. Нет, у меня девятый. Но почти один в один. Это для ноги, без обуви. Никита. Никита. Лучше, я сейчас в обморок упаду. Почему они? Интересно, кто они такие носит, 15 долларов. Никита. Папульчик, он сейчас правда захочет? Таких жениться не стыдно. Это для костюма. Это костюмы с гастоками. Это девочки говорят. Или для мужчин костюмов. Так, тут на таких кто-нибудь посмотрит, нет? Нет. Мне кажется, они просто остаточки уже какие-то раскладывают. Мне тоже кажется, что и тот, и другой магазин, что все закрывается. Нету подобных, это самое, одинаковых пар. Что, пространцев 60-70 американцев обувались и одевались в этих магазинах, да, Вов? Это самые популярные магазины, аутлеты. Не, ну Никита, ну как мы, может, тут на эти даже не посмотреть? Я бы прям схапнула их. Они такого качества классные. Они, мне кажется, будут тут врезаться все время. Это же точно такие же, как вот эти. Ну, те же замшевые, они мягкие. Не мягкие, о чем-то, ты даже не сравнил. Так, Никита говорит, что здесь ему ничего не понравилось. Пойдем в Лизе надел. Мы ищем, это, девчачью обувь, а тут только вот такая мини, мини-обувь. Мне кажется, по-крупнее. Там, на той стороне, да, есть. Не, ну посмотрите, вот на этот размер обуви. Это вот семерка, а вот, смотрите, шестерка. Неужели такой кто-то покупает, а? Ну, сказать, дети маленькие были, я такую неудобную обувь никогда не покупала. Я тут чисто на один раз надеть для красоты. А вот пятерка, смотрите. Убаги, маленькие. Пойдем. Забушки. Кукольная обувь, прям кукольная. И качество такое, что только куклу можешь носить. Да, здесь тоже выбрать нечего абсолютно. Ух ты. Ну, это, конечно... Кабулаки. У нее есть ботинки на каблуках черненькие. Лиз, что-нибудь нравится или тоже нечего-нибудь? Получается, что раньше мы здесь могли кучу всего купить, а сейчас нужно где-то в других магазинах что-то покупать, да? У меня вот твоя любимая. Да, да, да. А с какой размер? Это какой размер? Тролик. Будешь мерить? Не знаю. А это что за бренды? Это без брендов. Нет, сзади должно быть написано. Какой-то джо-джо. Что-то там. А, это такое. Не видно. Да, они облезут, конечно. Быстричка, если тебе нравится. Нет. Все, ничего нету? Наверное. Да. Не ожидал я такого поворота событий. Придется, может, в какой-нибудь другом магазине еще. Пойдем здесь в домашний сходим, посмотрим, что там для этого. Может, или Лэзи Сьюзан, или как там? Правильно я говорю? Лэзи Сьюзан. Мы были уверены, что мы в Берлингтоне найдем это. Да, да. Обувь. Я прям для меня полная неожиданность, что в этих магазинах ничего нету. Пойдемте. Нет, не надо. Если отгородили, значит нельзя. Если особо непонятливые только, то могут залезть. Здесь тоже все, папульчик, позгребли. Остатки какие-то. Видимо, не завозят ничего нового, да? Хана, вот летом в Америке. Пошли картины посмотрим, какие сейчас в Америке покупают в комнаты. Красиво, да? Совсем привычные для наших глаз картины. Я имею в виду полки. Полки пустые. То, что сюда не завозят, это однозначно, потому что, видимо, они закрываются и распродают. Я просто не понимаю, почему, если аутлетов не будет в Америке, где люди будут что-то покупать? Онлайн, на Амазон все идут. Костка. Костка и Амазон. Костка, видишь, пополняется. Мама. А? Здесь какие-то кудки, потому что каждый кудки из твоего. Там подушки не нужны? Подушки. Да, может, и нужны. Мне нужна подушка хорошая. У меня шея болит по утрам. Часы. Только не мэмори фоум, а обычную какую-нибудь. Очень сложно подушку подобрать, лично для меня. Вот сколько я подушку покупала, у меня от всех шея болит. О, мам, смотри. Здесь неодорожные, знаешь, кайти можно. Ага. Дерь. Они еще все здесь, мой мэмори фоум. А, нет, вот. Ну, это какая-то вообще не такая жестковата. Не хочу. Вот, пошли, не хочу. Пошли, что-нибудь другое. Пошли эту лази съезжу, посмотрю. Так вот, кухонные принадлежности. Смотри, какое-то сковородище попольчик. Мы еще за нее не гражем. Да? Ну, растем, но стараемся, да? Все посвалили просто в кучу, а бы как, да? Да. Это грязная ложка, когда готовишь класть. Остатки кружек. Доски. Такое убить можно. Сейчас стоит, сейчас буквально думаю. Сейчас маме скажет, такое убить можно. Я вот стоял об этом, думал буквально, и ты сказал. Да, видишь, как я предсказываю. Никит, положи, не ломай. Ну, как так можно, мам? Сковорода хорошая. Тяжеленькая. А вот классная, бамбуковая. Такое убить можно. Лиза, тебе подковырнуло. Маму уела. Я когда только приехала в Америку, вот такие наборы висели. В каждом магазине, на каждой полке бамбуковые. Они очень хорошие, служат долго и экологически чистые. Они по доллару продавались. Теперь 3,99. Даже это дорожает. Все дорожает. Ой, смотрите, одно яйцо пожарите. Мама, ты, какая маленькая. Мама, ножи, чтобы кидать. Ножи, чтобы кидать? Нет. Нужно всегда, черные ножи, это чтобы кидать. Никит, кидай. Никит, ничего не. Соне надо такое подарить. У меня только один вопрос. Зачем в кухонном отделе ножи, которые кидать? И в кого кидать? А Соня, да, нам недавно заявила, что она хочет научиться кидать ножи. Картины. Не нашел? Лэйзи. Здесь работник носит, переносит из ряда туда. Стаскивает. Надо почитать у них на сайте, почему они вот это все закрывают. Мне жалко эти магазины. Это такие хорошие были магазины, которые нас всех выручали. Всех американцев. Если они закроются, просто хана будет. Это доступно. Здесь продавалось всегда все доступное и хорошее. Так как я убрала из дома практически все цветы, надо какую-то декорацию, что-то куда-то. Я все время присматриваю. Да нет, конечно. Можно купить какую-нибудь большую вазу и вот эти вот каких-нибудь веток понаставить. Это популярно в Америке, вот такой декор. Нет, это искусственное все. Хотя нет, вот эти ветки деревянные. Ой, настоящие. Интересно, цветы тканевые. А это интересно, куда такой декор можно поставить. Получается, таких нужно три цветка и вазу черебристую. А можно сейчас купить что такое? Ну, получается, это один цветок, одна ветка. Да, ну да, два цветка. А, да, здесь спалины три цветка. А вот такое можно купить. Он там венит какой-то. Будет круто смотреться в комнате. Вот, прям уже готовые букетики из соломы, из какой-то, из сушеной. Это деревянное что-то, мешковина какая-то, рогожа. А вот такие, тебе не подойдут на твою тройную стоечку? Она уже у меня Крисмас, уже прошел Крисмас. Паника, мам, паника, это. Это же, я надеюсь, был не последний Крисмас в нашей жизни. Ой, пахнет. Какими-то цветами знакомыми. Не пойму, какие цветы. Дай название, почитай. Или что это? Это... Гуава и папайя. Это фрукты. Мам, предлагаю купить такую и вот такую. Зачем? На твою стоечку. Она к Рождественскому. Когда придет к Рождественскому, тогда и будем покупать. Когда придет к Рождественскому, этого магазина уже и многих других не будет. А вдруг мы переедем вообще куда-нибудь? Потащим с собой свечи? Свечи с собой. В грузовик. Кстати, у меня тут на руке шрам. Это я когда к Рождеству готовила какую-то еду, обожглась так сильно, что теперь стыжусь вот зрителям. Да, к Новому году. Теперь зрителям, думаю, как буду показывать этот шрам. Так. Не буду показывать, но все равно показала. Ну вот я теперь заказала. То будут говорить, то я это стыдилась, и все говорили, о, что-то у нее там на руке. А то я показала и рассказала, что за шрам. А противень, да, у меня отсутствие логики, так как я блондинка. Берем. Да не нужны они. Берем. Что? Свечечки. Вот сначала поднос. Сначала мы найдем поднос Лэзи, Сьюзан. Потом мы найдем соль, перец. Кстати, а мы не посмотрели соль, перец вот эти здесь. А, пошли вернемся. Пошли вернемся. Пахнет. Пахнет. Я в свечках могу тоже залипать надолго. Это мед? Нет, это мед? Нет, это корица, что-то такое. С медом. Да. Слушайте, эта свеча она сейчас упадет. Кто-то ее поставил так. Да. Пойдемте. Посмотрим. Для соли, для перца, как перченица и солонка, по-моему, так называют. У меня теперь пахнет всякими запахами маска. Побродим по пустому магазину и зрителям покажем, как это пустеют магазины в Америке. Я вот это вот тоже все хочу поменять. Ну, все время думаю, а вдруг мы переедем, а вдруг мы переедем. Там нужно будет покупать специально под ванную всякие мыльницы. Смотрите, сторич, это для хранения чего-то. А это тоже для хранения, да? А тынь, это значит здесь вещи. А здесь, это значит здесь вещи. Кстати, там для ванны. Мама, нам нужно уже новый бочек, чтобы наливать жидкое мыло. Да вот, я тоже говорю, что нам нужна новая мыльница. У меня настроение угнетемное. Из-за того, что я увидела сегодня. Наш основной. Я не ожидал такого. Вон ершики давайте купим, потому что что у Путина во дворце есть крутой ершик. Что, нам нельзя? Нет. У него там 800, по-моему, долларов ершики, а у нас будет за 9 долларов. Давайте купим. Никит, пошли, хватит. У нас нет дворца Путина, пошли. Попольщик, когда у нас будет дворец Капустина? Ну, я так понимаю, Путину тот дворец не нужен. Я думаю, что он вполне может нам его передать. Да. Ну, напиши. Скажи нам, да. Это хорошая идея, давай напишем ему. Скажем, он тебе все равно не нужен. Передай его нам. Там есть шест. Как ты его будешь использовать? Там есть казино, театр, шест. Ну что, для структиза? Да. Для чего он нам? Нет, тогда мне этот дворец не подходит. Пусть он нам другой какой-нибудь подарит. Так, ну что, мы с пустыми руками, с легким сердцем, с огорченным. Ходим из этого магазина, ничего не купили. Смотрите, мы остановились в полочке, ко дню Святого Валентина выставили на входе. Что здесь предлагают из подарков? Кул ватер, это духи. Мам, почему нельзя конфеты купить? Конфеты нельзя, потому что вы объелись на праздники. Да, отдохните от конфет. Впереди еще, предстоит, предстоит впереди еще праздники. А, ну, это другая конфета, там внутри кое-что другая. Там не кое-что, там мята. Мятная какая-то начинка. Там другая. Вот кружки, которые дарят друг другу, здесь возлюбленные. Не дарят каких-то, да, огромных подарков. Символически. Вот какую-нибудь кружечку, вот такую, queen. Точек, подари на один Святого Валентина кружечку queen. Войдешься. Шутка. Со всех сторон. Love. А я тебе тоже что-нибудь подарю. Вот такую какую-нибудь прихватку тебе подарю. Конфетки, открытки. Можно подарить подарочную карту Burlington. Burlington. Ага, скоро его не будет этого. Ага. Одни карточки останутся. Все, уходим. Так, друзья, ну что, мы сегодняшний шопинг заканчиваем. Дворца мы не приобрели. Обуви тоже. Так, ничего толком не купили. Скоро будем только онлайн все покупать. Да, заказывать не понравилось, отсылать обратно. Ну что, дорогие зрители, если вам понравилось наше видео, поставьте лайк, дизлайк, там, что вашей душе угодно. Всех? Всех-всех! Всех-всех! Всем пока! Всем пока! Всем пока! Приехали домой, дети померили обувь. Говорят, отлично, да? Да. Под боком повернись, Лизочка. Как чувствуешь? Нормально? Очень удобно. Ничего не дает? Удобно, да? Очень удобно. Никита, что у тебя, что ты скажешь? Хорошая обувь? Хорошая. Хорошая обувь.